Одна из самых острых проблем в настоящее время – невысокий интерес подрастающего поколения к истории. В таких условиях при желании можно легко воспользоваться подменой понятий для собственной выгоды. Кто применит этот метод – неважно. Вряд ли у него будут благие намерения. Научное сообщество регулярно поднимает вопрос популяризации историю в молодежной среде. Накануне в Казанском федеральном университете состоялся Поволжский съезд региональных отделений Российского исторического общества и форум учителей истории и общества знания республики. Помимо членов Российского исторического общества и педагогов, к обсуждению новых способов обучения присоединились члены Российской академии наук, а также заместитель министра образования и науки республики Татарстан Рамиль Хайрулин. Историческое школьное образование и его продолжение в УЗИ являются основами воспитания патриотизма и гражданского самосознания. Сегодняшний съезд и форум уникальны по своему формату и глубинному содержанию. Они в полной мере отражают совместную системную работу, проводимую нами к подготовке нового формата общества и истории общества знания. Основная проблема, в которую все упирается – устаревшие методы подачи информации. Они уже не так эффективны по отношению к подрастающему поколению. Молодежь сейчас не любит читать книги. А это что? Это значит, откуда они черпят информацию? В основном из гаджетов, из телефонов. А в телефонах и в гаджетах, я не знаю, вы читали или нет, но я вот читаю, я достаточно хорошо знаю историю. К сожалению, не все правильно преподносится. Поэтому вот мы и будем думать, как сделать так, чтобы молодежь хорошо знала историю, чтобы она заинтересовалась, чтобы она понимала, что это очень важно для ее будущей жизни. В рамках встречи участники обсудили существующие наработки, которые уже доказали свою эффективность и способы их внедрения в учебно-методический комплекс. По сложившейся традиции в нашем лицее синтез гуманитарных наук и естественных – это, можно сказать, наша фишка и то, чем мы всегда гордимся. Поэтому изучение истории у нас стоит на высокой планке, поддерживается и учителями, и учениками. У каждого человека, у каждого государства есть своя память. И как человек без памяти не может инвестирует себя, так и безумные государства могут вести себя непредсказуемо. Поэтому такая идет борьба за историческое прошлое. Вопрос исторического образования в любом государстве – один из основных, поскольку процесс его развития – основа культуры и менталитета граждан. Именно поэтому изучение истории и ее сохранение так необходимо. Маргарита Михайлова, Фариза Хитагвы, Универньюс.